23 мая, 23 часа 30 минут, буквально через 45 минут отсюда, вот с того входа, должен выйти на свободу Сергей Удальцов, которого задержали на 15 суток за неподчинение сотрудникам полиции. Если воспринимать происходящее как политический спектакль, то аншлаг буквально повсюду, и на сцене, и в партере. Полицейские переминаются с ноги на ногу. Им отведена незавидная роль в этой абсурдной пьесе. Встречать главного героя, как Ромео, грядущей революцией, пришло никак не меньше 200 человек. И они чувствуют себя отнюдь не статистами. Наталья, вы пришли с цветами, встречаете соратника? Да, я пришла как представитель власти легитимной власти в Зюзино, и как муниципальный депутат Зюзино, на территории которой района находится. Это обитель зла, это СИЗО. Скажите, как думаете, долго ли пробудет на свободе Сергей Удальцов? Я очень надеюсь, что он пробудет на свободе всю оставшуюся жизнь. Да, и будет дальше делать много славных дел. Анастасия, скажите, пожалуйста, насколько законность Сергея задержали на 15 суток, по вашему мнению? Его задержали, как всегда, абсолютно незаконно. Человек не нарушил никакого закона, он просто гулял в центре города. Был схвачен, осужден на 15 суток. У нас в стране в отношении оппозиционных активистов вообще закон никогда не соблюдался. Как вы считаете, его могут снова сейчас задержать после того, как выпустят? Если здесь, я думаю, что нет. Здесь таких прецедентов еще не бывало. Другой вопрос, если он захочет куда-то поехать в центр, поддержать людей, которые там собираются, там могут, да. Скажите, пожалуйста, а каково состояние здоровья Сергея в связи с теми голодовками, которые он объявлял? Ну, сейчас он, в принципе, чувствует себя вполне сносно. Я с ним встречалась. Он, в принципе, когда в голодовке, и когда чувствует себя уже нехорошо, и мы это видим, он никогда не жалуется. Когда его спрашиваешь, как ты себя чувствуешь, он всегда говорит, что это нормально. Вот, у него нормально всегда, вплоть до реанимации. То есть, вот в прошлый раз, когда он уже, в общем-то, уехал в реанимацию, он чувствовал себя нормально. Вот, поэтому доверять словам Сергея о том, как он себя чувствует, не стоит, но это визуально все видно. Визуально видно, как он устает, визуально видно, что он чувствует себя нехорошо, естественно, он меняется. То есть, ну, видно, когда человек болен, а когда человек чувствует себя нормально. Ну, вот сейчас, в принципе, я на него смотрела вчера, он чувствует себя действительно нормально. Удальцов! Удальцов! Друзья, дорогие, минуту внимания. Огромное спасибо за вашу поддержку. Огромное спасибо на то, что встретили. Я все эти дни чувствовал вашу поддержку и знал, что я не одинок. И самое главное, все попытки власти, нерегитимной власти запугать нас, выбить из колеи, они бесполезны, потому что нас не запугать. Мы знаем, что мы правы, за нами правда, за нами свобода, и поэтому мы рано или поздно победим. Удальцов! 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 Удальцов вышел на свободу, как настоящий триумфатор. Утром выйдет на свободу триумфатор номер два. В любом случае, все только начинается. И 12 июня нас ждет следующее действие протестной пьесы. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, телеканал Политвестник.